Девушки отдыхают Ну что там, идет дым? Не видать Зато тут полно Тяги нет Дымоход чистить надо было У Лены свидано Да кто ж знал, что газ перекроют Привыкла я к батареям Вот остыли родимые Полопаются нафиг без тепла Хорошо, свет есть А то Совсем труба Труба есть Всех вырубили Светика Патрикеич Это что еще за новые санкции к нам? А, Ульяна Сверидовна Злостная неплательщица взносов А вы сначала погасите задолженность А потом вопросы мне задавайте Да ты чего? А фонарел что ли? Я все по счетчикам плачу И за свет, и за газ И снег сама чищу И аварийные у вас тоже не оплачены А все эти взносы твои мне не облокотились Мироед Трубку бросил Захар Патрикеич Захар Патрикеич Не уходите от вопроса Вы как директор МП Должны обеспечить нас теплом и светом Как нужная сумма будет переведена в облгаз Сразу приедет бригада Ага, конечно Но не все сдали еще деньги А свет? И с электричеством разберемся Все под контролем Всем спасибо, до свидания Ага, конечно Куда? Как мы это все? Мы требуем С нами так нельзя Ну С нами так нельзя С нами так нельзя Голова девушки пробита Очевидно Деньги собирали? Да На ремонт газовой трубы Я директор Некоммерческого партнерства Труба Инвест А деньги-то проверяли на месте? Пропали Девятьсот тысяч Патрикеич А вы что ж, деньги в камине храните? Как насчет сейфа, мужчина? Сейфы сейчас ненадежные Их крадут вместе с деньгами Целиком Забрали деньги без сейфа Надежно Зачем нам сейф? Никто не знал Про тайник Деревня Дублоновка Остается без газа и электричества В разгар зимы В доме местного жителя Патрикеича Находят труп девушки Патрикеич Собирал деньги на ремонт Газовой трубы Деньги пропали Деньги пропали Итак На камине И на кочерге Отпечатки пальцев Только хозяина Окно не заперто Только прикрыто На подоконнике След от обуви Получается, что злодей Ушел именно через окно Может быть, кто-то решил Забрать собранные деньги А девушка пришла отдать взнос Она открнулась на вору И он ее И ее взносы прибрал, кстати На трупе денег не было Но входили они через дверь Замок не сломан А я закрывал дверь На ключ перед уходом Когда свет вырубился Я в трансформаторную пошел А вас долго не было? Минут сорок Я, кстати, не дошел до будки Вернулся уже вместе с народом А тут двери открыты И труп А у кого еще есть ключи от дома? У меня У моей жены У сына студента Ну, они сейчас в Москве Здравствуйте Майор Круглов ФС Здравствуйте Фарухов Руслан Черсаныч Сосед Все следы за Милу Вы что-нибудь видели? Слышали? Вот не поверите Весь день дома просидел Ничего не слышал Только воев ветра Все Плохо вам Без света, без газа Вы знаете Прекрасный вечер У Камина При свечах К Каме еще дочка Из Москвы приехала Она с матерью живет Мы в разводе Сами понимаете А тут еще интернет вырубили Так она ни разу не залезла В свой смартфон Красота Вы не в курсе Кто мог в дом Абузова Войти с ключами? Ох, не знаю Помогла тетка Ульяна А она у них вроде убиралась Она тут же По улице живет Чуть дальше Ну да Ульяна Сверидовна убиралась Но я давно отказался От ее услуг Ключ отнял Не оправдала В каких отношениях Вы находились убитой? Вы на что намекаете? Просто уточняю Да ни в каких Она тут недавно Болтали Мол Дочь какого-то олигарха В пробах со следа обуви Свиное сало Вы любитель? Нет Даже дома не держу И потом Зачем вам любитель Когда есть профессионал? Как раз Ульяна Сверидовна Трофимкина И солит И коптит И топит Торгует на дому А все прибедняется Денежек нету Уважаемые понятые Производим обыск В комнате погибшей Камыш Обнаружены права и паспорт Оказывается по паспорту она Не Алена, а Алла Так Теперь пальчики Ой, болит нога Ой, мочи нет Ногу растянуло Хорошо Михей помог до дома доползти А то так бы и замело бы до весны Слушайте, у меня есть обезболивающий У вас нет аллергии на анальгетики? Нет Тогда держите Ой, спасибо А Михей-то вообще кто? Михей-то золотой человек незаменимый На все руки мастер Хоть что отладит Он мне печурку-то растопил Ой, ой, молча Сало сами солят? Ой, солю И копчу И вытапливаю для растирания От всех недугов и болезней Вам не надо? Недорого Спасибо Клиентов много у вас? Немало На стопочке те же пальчики Что и в доме погибший Михей Сироткина Это же он пил у Трофимкиной В доме убитый Его отпечатки тоже свежие Мастер на все руки и возрасты И старушку не обидел И дочку ольгарха Вниманием не обошел Никакая она не дочка олигарха Она приехала в Москву из Кулани Пять лет назад Официально нетрудоустроена Окончила курс Стори-теллинга Онлайн Стори-теллинга что такое? Рассказывание истории Это что? Типа такое образование? Типа да Хочется еще А вы у Абузова убирались? Давно уж я в отказе Да скорее агона И нет ему веры никакой Давай, Ульяна Сверидовна Я за тебя в Бузема съезжу В Мослоблэнерго Договор заключу 17 тысяч А за услугу ничего с тебя не возьму? Уберешься у меня пару раз бесплатно И в расчете Где Дублоновка? Где Буземы? А ему все равно ехать Ну оторвала я 17 тысяч От сердца Хорошо Привез договор Спасибо Убралась его в хоромах Пару раз бесплатно Потом в Николок договор-то Котел-то у меня газовый какой? Маленький 12 киловатт всего И по договору он стоит 8700 А этот Иррот Большой котел в договор вписал А вы что же? Ну что я к нему он заквохтал Это технический сбой Ошибка Ой Собралась Стребовала с него разницу И больше к нему не ногой Хотела вот еще Тепло устребовать пойти Да видно не судьба Ой милая Лед стаял весь Не сорвешь мне новую сосулю? Вот с сарая Букет нарву Так Вот и Трансформаторная Ну-ка Получается свет по газпоселке не случайно Предохранитель Испорчен кенту вручную У меня есть такое Честь Ну-ка Ребятки Проверим Ну-ка Наконец-то Круглов свет починил Ой молодец А может быть вы нам и газ почините Давайте начнем с сосули Пальчик с предохранителя Который снял Круглов Тоже сироткина? Угу Только дома его нет А телефон отключен Ольга Свердина Есть мысли Где сейчас может находиться Михей Сироткин? Господи Да всюду Фигура там Фигура тут Дергают его по любой поломке А вон он напасть какая Кому генератор Кому счетчик Кому извините унитаз Ой Безотказный он А с Сабузовым У него не было разногласий? Как не быть У Михея дом то на горке А дороги нет Михей Каритонович Добрый день У тебя задолженность по взносам Не желаешь погасить? Нет Я сдал на дорогу 30 тысяч Захар Патрикевич Еще в 14-м году Где она дорога-то? У меня ж тут скат Да я въехать не могу Зимой лед Летом гравий сыпется Ручник сорван весь Михей, ты знаешь На твоей улице Никто денег не сдал Только ты и Симакова Ведутся переговоры с дорожниками Летом сделаем Я обещаю Но взносы святое Вот те взносы Так Ставим вопрос об исключении Из НП С отключением трубы Нет взносов Нет газа Галь Тут интересно кино принесли Сторож Соседнего с домом убитого участка Да Хозяин Иларион Эфирный Музыкант У них камера стоит В их усадьбу По ночам Зачем-то Проникал Сироткин Михей Сироткин Пора бы его допросить Куда он мог деться Из деревни не выезжала Ни одна машина Кроме трактора Который чистил дорогу Для аварийщиков Из МОЗ Облэнерго В поселке Четыре частных камеры Может Изымем их записи На предмет Возможных передвижений Фагурантов Спасибо вам большое Видео с точкой Д Ловите Ничего неожиданного, Галь Удар по затылку Смертельный И именно Кочергой, судя по ранее Кровозлияние Время смерти Около получаса До обнаружения Андрюш Иди-ка, что я покажу Ну давай-ка Удиви меня Дата на этаже Евреями Одно и то же Фигара тут Фигара там В двух местах Сразу А как такое может быть? ФЭС Расследует убийство Девушки в деревне Дублоновка В разгар зимы Деревня осталась Без газа и электричества Деньги на ремонт Трубы, хранившиеся У Захара Абузова Пропали Под подозрение Попадает местный мастер На все руки Михей Сироткин Камеры зафиксировали Его присутствие В двух местах Одновременно Сироткин якобы Уговорил его Сгонять за фельдшером В райцентр Не от ложки Вязнут за носах Обратно приехать Михей не мог Так как мест В тракторе всего два Может быть он просто Подался в бега? Тракторист что-то еще знает? Пойдем Тракторист Оказался приятелем Сироткина Он был уверен В его непогрешимости Ну и сдал его Вот тут он В райцентре У своей Как выразился Тракторист Крали Высадил его Прямо дома Наш уже там Эй! Проверьте-ка Холодов? А почему посторонний В лаборатории? Не надо, Галине Николаевне Все под контролем Прикольный гаджет Позволяет носить Чужое лицо В сети куча видео Я даже дошла Автора изобретения Но продажи пока не видела Это и в Даркнате пыщи Китайцы могли Скопировать технологии Это поэтому Лицо азиатское? Да Было в базовых настройках Но Да подожди На гаджете Следы Сироткина И этой Аллы Алены Камыш Причем ее следов больше Носила не поверх шапки А на волосах Значит Это теплое время года Наверняка ее Заверни мне этот гаджет Ваши отпечатки есть в доме Алены Камыш и на передохранителе трансформаторной будки. Мы полагаем, что это вы устроили блэкаут в деревне, чтобы украсть деньги у Абузова. Алена застала вас за этим, и вы ее убили. Кочергой. Чуть какая. Вы серьезно? Алена убита? Первый раз слышу. А отпечатки в ее доме так... Как им там не быть-то? Я и котел газовый оживлял, батареи заливал, когда заселялась, розетку там. Да и старый хозяин Севрюгин моими услугами не брезговал. Ключи мне доверял от дома. Я за показаниями приборов следил, система отопления. Это вам... Да мои следы почитай в каждом доме в изобилии. Вы мне под что хош подверстать можете. А сало-то в пробах разное. На подоконнике не соленое, а на предохранителе копченое. Ни Сироткин, ни Абузов на подоконник не наступали. Ну что жаблон, походу, и Сироткин. Но ведь эта вещь не ваша. Тут отрицать не буду. Это Аленкин прибор. Я его протестировал и взял. Правда, без ее ведома. В уголовном кодексе это по-другому называется. С Абузовым толпа народа была, когда труп нашли. Вас там не было. Так это, мы с бабой Леной собрались было, но не дошли. Ну, ну, Патрикеич, погоди. Вивей, бери, баба Уля. Там страволёт под снегом. Ой! 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 Ну, так и знал. Ой! 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 Нога! Ой! 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 Ага! Ой! Ой! Пошли потихоньку. Ой, пошли. Потихоньку. Да, это... Пошли. Нет, ложку я вызвал. Ну, заносишь. Я Васильевича напряг. Сгонять за фельдшером на тракторе. А по дороге... С Любкой созвонился. Ну, чё греха-то эти? Я из-за неё этот козырёк из коммунии сделал. Протестировали взял. Любка моя... Ну, немножко замужем. А мужик ей бдит. Гад. Мы уж с ней шифруемся, как шпионы. Тайная мобила, явки, камуфляж. И усы у Вас накладные? Нет. Ну, я в её дом уже и как сантехник, и как электрик, и как курьер проходил. А тут... Такая шапка-невидимка. Михеева и температуру повыше добавься. Я тепло люблю. Будет сделано, мадмуазель. А вы не могли бы мне ещё розетку тут поставить? Да фигня вопрос. Всё, проводку проверим. Не сразу я врубился, что это. А поняли, когда? А после того, как Важа, охранник, видео мне показал. Где якобы вы в этом козырьке по участку эфирного ходите. И главное, время там стояло, когда я точняк у Любки ночевал. Я тогда Важа что-то про заземление наврал. А сам посмотрел в интернете и понял, что это Алёна шарится. С мордой моего лица. Зачем? Не знаете? Не знаю. Но мне почему-то приятно стало. Спросил бы при случае. Уже не спрошу. В памяти принтера какой-то документ. Кому ж его последним распечатала? Из компа удалила. Но не от нас. Не свести денег не будет. Да их и так не будет. Зато я письмо восстановил шантажиста. Это адресованно Абузову? Не указано, но наверняка ему. Она не взнос несла, а наоборот. Вот зачем она эти снимки делала? Ценности художественные не представляют. А тебя ничего не смущает? Вот и вот. Вот это снимок сделал с более высокой точки. Чердака? А чердак закрыт. На. В вещах убитый был. Подзорная труба на штатье. Камера. Второй ноутбук. Маскарадный костюмчик. Однозначно Сироткина. А знаете, кто она? Журналистка-внештатница. Внимание. Газета «Желтый карлик». Псевдоним «Мышка». Вот ну что. А почему «Мышка»? Камыш. Камыш-камышка-мышка. Образ Сироткина в деревне не вызывал подозрений. Поэтому камыш его и использовала. А следила она за рок-музыкантом. Лариком эфирным. «Мышка» получила задание от редакции на дыбы жирного материала. Чего? Ну, например, оргии с участием медийных особ. Или там извращения всяческие. «Желтый карлик» как раз на этом и специализируется. А что, если этот эфирный и замочил девушку? Ну или его высокомедийные гости. А потом имитировали кражу. Велкам. Знакомьтесь, это Жанна. Здравствуйте. Моя жена, мой продюсер, пиарщик, СММщик и автор моего сценического образа. Очень приятно. Очень приятно. Проходите. Спасибо. Жанночка, может быть, чайку с пюшками? Да. Знали бы мы о слежке раньше, устроили бы оргий специально. Мой темный образ нас кормит, но дома я отдыхаю, расслабляюсь. Пишу сонаты для флейты. Пожалуйста. Спасибо. Эфирного шантажировать было нечем. А что, если его шантажировали как раз с разоблачением его антибрутальности? Убивать, чтобы скрыть свои плюшевые тапочки и сонаты? Это вряд ли. А вы жену и сына Абузова на предметах появления в деревне с ключами проверили? Сразу же. В деревне не быть не могли. Сына Абузова неделю назад взяли с наркотиками в клубе. Он сейчас сидит в Москве в ВВД. Его мать почти все время там в отделении. Ему светит распространение. Вот как? Так может быть, смерть девушки как-то связана с этим фактом? Мы требовали отчетов за отданные нами деньги. И Абузов нам по электронке вот такое пришлал. Представительские расходы. 230 тысяч. Непредвиденные нужды. 150. Оплата консультационных услуг. Ого. Да, и авария-то газовая странная. Якобы нашему МП выставили счет. 992 тысячи. За что? За ремонт типа. За прессовку и вторичное подключение узла и всех домов. Абузов сказал, по 12 тысяч сбросится. Многие ждали. Морожие, да и суммы не смертельные. За врезку в трубу, например, мы 300 тысяч отдали. Никакого контроля за ним. В машине Абузова Круглов обнаружил вот эту вот деталь. 3 тысячи 500 рублей и куплено за неделю до аварии. В накладной Мособлгаза цена запчасти 25 тысяч рублей. Вы купили ее за 3 500. Это как? Обыкновенная экономия. Что тут такого? Я готовил иски в потребнодзор по поводу завышения расценок Мособлэнерго. Они там обнаглели. А я все делаю для народа. Мне все благодарны. А как же так получилось, что вы купили запчасть за неделю до того, как была зафиксирована поломка? На всякий пожарный. Готовь, так сказать, сани летом. Вот и пригодилось. А вы ее изъяли. Люди-то мерзнут. И как теперь чинить трубу, прикажете, а? Значит, в начале нулевых группа жителей деревни Дублоновка, деревня, скинулись и провели себе газовую трубу, создав для этого некоммерческое партнерство. Предполагалось, что труба – это инвестиции первых членов. А новички при врезке к трубам будут платить целевой взнос. А эти конфетки пойдут уже на благо деревни. Трубу ввели в действие в 2011 году. И с тех пор в трубу врезалось еще 52 дома. И тогда же, на последнем собрании, Абузова переизбрали директором НП на три года. Больше собраний не было. То есть срок его власти истек в 2014? Формально – да. Но все последующие года он все равно продолжал продавать билетики на врезку новым членам этого некоммерческого партнерства по 300 тысяч. И при этом он еще собирал членские взносы на благо народа. Нет, конечно, он чуток тратил для имитации, так сказать, заботы о людях. И что, его так никто ни в чем не заподозрил? Заподозрили. Но рутиной лень. А кое-кто не только заподозрил, но и засек. Нашли на чердаке у убитой. Это кто, Абузов? Он. А что он делает возле газового узла в 3.40 ночи? Обязательно было продукты переводить? И что теперь с этим делать? Николай, даже визуализация была. Руками! Кто теперь это есть будет? Да, Галина Николаевна, смотрели. Сейчас пришлем пробы. С этого газового узла. Вот он, Гарпыша. Кто? Газорегуляторный шкафной пункт, в котором ночью ковырялся Абузов. Вот здесь вот на трубе по основной линии редуцирования экспертиза установлена механическое повреждение. Абузов сам устроил аварию? Похоже на то. Мособлгаз подтвердил, что выявил утечку, но сигнал поступил из деревни. Ремонтники доложили манжету до врезки новой детали. Мособлгаз готов был бесплатно ликвидировать аварию, так как НП исправно платит за обслуживание. Оплатить нужно было только запчасть, опрессовку и повторный пуск. Но НП в лице Абузову почему-то отказалась. СМИ это на миллион, который он всем разослал, оказалось липой. Галь, приехала левая бригада газовиков, требует Абузова. Он нанял их за 10 тысяч рублей. То есть весь ремонт трубы обошелся бы Абузову в 13 500. А собрал он почти миллион. И еще интересная деталь. Судя по записям камер, у УВД, где сидит сынок Абузова, пару раз парковался внедорожник Якова Щупнюка. Полковник в отставке. Живет в Дублоновке и входит в совет НП труба инвест. Похоже на зондирование почвы по решению вопроса. Вот зачем Абузову мог понадобиться миллион наличными на взятку. И для этого он устроил маленькую победоносную аварию. Но попал в кадр к нашей мышке наружке, когда она пасла эфирного. И она решилась на шантаж, на свою беду. Я лично сделал для нашей Дублоновки больше, чем кто-либо. И делаю, и буду делать. А всякие мрази только слухи распускают и клевещут. А сами еще взносы не сдали. Гаря, у меня такое чувство, что он реально в это верит. Махинации Еву мы, конечно, докажем. Но улик по убийству на него нет. И денег мы не нашли. А что это? Скворечник. Найди-ка это дерево на видео. Видишь? Когда снимали оперативное видео, в первый день его не было. Походу, скворечник новый. Только повесили. Зачем? Скворцы прилетели зимой? Есть результаты? Да, Галина Николаевна. На купюрах следы почти всех жителей деревни и самого Бузова. На дереве, на скворечнике следы его соседа Фарухова. Фарухова? Это который адвокат? Серуткин говорил, что Фарухов любитель птиц. А еще он любитель кочергой помахать. На его пальчиках мозговое вещество и кровь погибшей Аллы Камыш. Это для синичек. Синичкам не соленое сало надо. Там бытовки стружки и обрезки дерева. Вы мастерите? Да, для кормушек. И для скворечных? Папа очень любит птиц. А людей? Не любите? Папочка, а что происходит? Пепел от сгоревшей одежды, обуви. Фарухов убийца. Ну зачем богатому и успешному Фаруху убивать за миллион? Дело даже не в миллионе. Дочка Фарухова, сынком Абузова. Селфи с вечеринок. А они что, встречаются? Скорее всего. Вот еще что. Власова взяла из ее сумочки пробу. Там следы наркотика того самого. Сынок Абузова снабжал ее наркотой. Папочка! Папуль, ты же гениальный адвокат. Поможешь Глебу? Да успокойся ты. Там все будет ровно и без меня. А если ты так хочешь, конечно, помогу. Хочу. Давай, иди в дом. Пап, ну обещаешь? Обещаю, обещаю. Фарухов решил избавить свою дочь от любовника-наркомана. Без собранных денег, Абузов не смог бы дать взятку за сына. И того бы посадили. Как вы догадались, что деньги не в сейфе? И откуда у вас ключ? Ключи я взял у Белки. Это дочь моя. Детки там встречались летом. Глеб передал ей ключи. А насчет тайника я сам навел Захара на эту мысль. Удачный месяц. Пять домов к трубе подключилось. Да. Полтора миллиона, как с куста. За трубу? Давай. И, Захар, с такими сейфами осторожней. Их обычно целиком возят вместе с начинкой. А потом в спокойной обстановке разрезают, как консервную банку. Целиком? Бывает даже с куском стены. Вы испортили предохранитель в трансформаторной? Да. Чтобы выманить Захара на улицу. Из дома. Он бы не смог не потащиться с проверкой. Да. Я бы все спокойно успел. Если бы... Это дура, Алена. Алена. Порохова и Обузов ждут суды, а вам советую передать трубу на баланс МОСОБЛГАЗа, а потом закрыть ваше НП, и не будет никаких поборов. А дорогу на что строить? А дороги, детские площадки и прочие благоустройства вам положены по областной программе благоустройства. Надо только заявление от жителей деревни оформить. А у нас бачков помойных нет. Организуем вам цивилизованный вывоз мусора. Я прослежу. Вывоз мусора, я надеюсь, не нашими силами. Посмотрим, как вести себя будете. Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Подписывайтесь на наш канал Телероман. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. Ты моя пленница. И я буду делать с тобой все, что захочу. Отпусти меня. Не могу. Потому что я очень, очень голодный. Пожалуйста. Пожалуйста. Пелагея Федоровна, здравствуйте. А что же вы так ко мне? Без звонка, без записи. Я сейчас не могу упростить у меня пациента. А не клиент ли, а? Да ты же шлюха! Ты не врач! Ты моего Женечку соблазнила! Мальчика больного, понимаешь? А что я могла сделать? Если у вас Женечка... Так любит. Поиграть. Ах ты шалава! Любимая, у тебя открыто. Ты меня ждешь? Мы сегодня будем играть. Я буду... Я буду... Спецагентом. Трщ! 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 А ты... Вражеской шпионой! Трщ! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, как тебе сказать, он ее пациент, погибшая была практикующим психологом, жила одна, принималась здесь, на дому. Евгений Семенович Теремчук, 18 лет, эпилептик. Часы приема, инициала пациента. Так... История его болезни. Рит, покой все. Слушай, судя по пробам из спальни, этот Теремчук был не просто пациентом нашей погибшей, а еще и любовником. Парень сирота. Из родных у него только бабушка. Белагия Федоровна Теремчук. Внучок позвонил ей сразу же после вызова полиции. Я любил, я, ну, и я ее убил, ну, и я сам чай... Жанечка! Жанечка, мой мальчик! Отошел! Жанечка! Жанечка! Стоять! Спокойно! Все-все, хорошо будет. Все-все-все. Тихо-тихо-тихо. Все-все-все. Все-все, спокойно. Где мой хороший? Где мой сладкий? Ой! Больше полугода, доктор. У него не было приступов. А сейчас вот вдруг началось. Калибр 7,62. Похоже, пистолет ТТ. А вот красавица погибшая не вполне реальная. В смысле, делала пластику? Я бы сказала, не просто делала, а злоупотребляла. Начиная с зубных виниров и силиконовых губ и заканчивая имплантами попы и груди. Да, даже в волосах обнаружила несколько вставок шиньонов. Смерть наступила около 3-4 часов назад. В своем доме убита практикующий психолог Яна Ларионова. Пациент и любовник Яны, Евгений Теремчук, уверен, что это он застрелил ее из шоколадного пистолета. Под подозрение попадает бабушка Евгения, Белагея Федоровна. ФЭС выясняет, что у нее был конфликт с Яной. Ай да пуля! Есть в базах? Да не то слово. Сестры-близнецы этой пули проходят по уголовным делам от бандитских девяностых до заказных убийств семилетней давности. Как ты думаешь, кем до пенсии работала Пелагея Теремчук? Экскурсоводом в музее Чернилиц-Непр-Левайк, ну или классные дамы в мужской гимназии Симбирского уезда. А вот второй вариант ближе. Сотрудница в СИН? Угу. Тюремная надзирательница в колонии строгого режима. Ну, криминальный пистолет с богатой историей мог запросто у нее оказаться. Ее коллеги в характеристиках определяли ее как женщину суровую. С зэками справлялась лихо, хотя сама в прошлом благородных кровей, но она рано осиротела и попала в детский дом. И за внука она явно горло перегрызет. Ну, похоже, она и пришила ненавистную соблазнительницу. Не учтя, правда, что внучок пойдет к соблазнительнице вечером и получит психологическую травму. Вас тут курить-то можно? Нет. Ну, признаю я. Катила я баллон на Яну Ильиничну. Пару дней назад она взбесила меня. Она совратила моего внука, Женечку. Но в дом я тогда не попала. Она дверь захлопнула. Это результат экспертиз. На бокале и на скринте стула ваши следы. Свежие. Пробы были взяты еще до вашего появления в доме в присутствии сотрудников С. Вы же работник юстиции. Должны понимать, что отпираться бессмысленно. Ну, была я там. Была вчера. Зачем? В котором часу? К трем часам пополудня я пришла по приглашению самой хозяйки. Яна вдруг решила выяснить со мной отношения. Но к тому моменту я никакой ненависти к ней не испытывала. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Яна Ильинична, душа ты моя. Прошу простить меня, вот дуру старую, за бесцеремонный наезд давить, а? А в знак примирения и благодарности, пожалуйста. И даже благодарности. Ой, да, Яночка. Присаживайтесь. Женечке моему, можно сказать, повезло. Ну, как это сказать-то? Лишиться невинности. Вот с такой опытной, ну, просто красавица Яночка. С его-то диагнозом он мог вообще не узнать, что такое женщина. А сейчас приступы у него совершенно все исчезли. Благодаря, Яночка, тебе. Ой. Давай, выпьем. За здоровье. Давай, Яночка. За здоровье. С 90-х пули из этого пистолета фигурировали в разбоях, убийствах и грабежах знаменитой банды «Шок». Шенина, Обухова и Колобина. Банда долго уходила от закона и ходили случаи, что их крышевал кто-то в милиции. В 2005 году был убит Обухов из того же пистолета. Шенин и Колобин вскоре разругались, разбежались. Каждый организовал свою банду, но они просуществовали недолго, их очень быстро накрыли. А Шенина и Колобина застрелили при задержании. Но пистолет не изъяли, и вскоре он засветился еще в двух громких убийствах – депутата и журналиста. Вряд ли Пелагея Теремчук была членом этой банды. Я бы никакого варианта не исключал. Времена те еще были. Но пистолет реально мог попасть к надзирательнице. Она вполне может быть убийцей. Или же Лорионова убил тот, кто имеет отношение к банде «Шок». Галина Колобина, мы своими глазами видели, как бабуля купировала приступы внука. Да. Пусть у нас побудет заодно и за внуком присмотрит, если что. Эпилепсии нам тут только не хватало. Теремчуку убийство само собой отрицают, но я ей не верю. Нужно проверять на причастность к банде все ее окружение. Валя, что у тебя за проблема? Галя, никак не пойму до конца в чем дело. При вскрытии обнаружила диффузные поражения соединительной ткани. Оно могло развиться из-за большого количества операций. Не все импланты хорошо приживаются. Я тоже так сначала подумала, Галя. Но здесь что-то странное. В пробах полно микроорганизмов. Вирусы-возбудители, анаэробные бактерии. Я со счета сбилась. Сижу, как золушка, отделяю горох от фасоли. Помимо этого, еще полно молекул, препаратов, которыми погибшая себя травила. Травила? А эти препараты могут иметь отношение к ее смерти? Не могу точно сказать. Я сделала запросы в клинике. Все это требует более детального исследования. Может, это, конечно, и не имеет отношения к ее гибели. Но я считаю, надо разобраться. В основном следы посторонних людей. В прихожей и в кабинете. Скорее всего, это пациенты. А вот этих вот следов вообще больше всего. Они вот на всей территории, так сказать. Я знаю, чьи это следы. Его личные вещи в доме. Ну и кто же он? Еще один пациент-любовник? Это муж Лорионовый, Захар Вольский. Менеджер крупной фирмы. Погиб полгода назад в автокатастрофе. Они прожили вместе чуть больше двух лет. Вольский, Вольский. Я где-то слышал эту фамилию. Карты пациентов. Вольский. Вот. Вот. Угу. Да-то все. Более двух лет назад. Еще до того, как они поженились, получается. Угу. То-то и оно. У Захара Вольского наметились проблемы с женой. С тогдашней женой Натальей Вольской. И он обратился к психологу. К психологине? А она, значит, не спасла семью, а наоборот. Угу. Так и есть. Пост. Ну-ка. Ну вот. Вот. Смотри, пост его бывшей жены того времени. Очевидно, что она тяжело переживала уход мужа. Какой-то друг видео выложил в комментариях. Прожелатель. Яна! Я тебе самое ценное, что у меня было, уступила. А ты заценила, тварь. А о чем? Ты им попользовалась и выкинула, как расходный материал. Да чтоб ты сдохла, вертихвостка! А следы бывшей жены погибшего мужа Ларионовой тоже в доме имеются. Вот и вот. Отпечатки, если то и помада есть на фужере. Все свежее. Ну что же, что же, мотив налицо. Оружие она могла приобрести. Ну, например, в Даркнете. Вольская теперь не Вольская, а Щукина. Она замужем за владельцем этой кондитерской. Шоколадный шок. Пожалуйста, прошу вас. Ух ты, оригинально. Приятного аппетита. Спасибо. Ешьте смело. Шоколад у нас самого лучшего качества. Наталья, давайте к делу. Скажите, вы любили своего первого мужа? Честно говоря, жизни без него не мыслила. Но когда он пришел ко мне и сказал, что полюбил другую, я сразу дала ему развод. Ради его счастья. Но вы тоже в одиночестве не остались? Да, Богдан. Богдан мой старый друг. Мой поклонник. Я сразу приняла его предложение. Яна доверие не оправдала. Она возвращалась домой очень поздно, пьяная. Изменяла Захару направо и налево. Откуда такая информация? Ко мне пару раз Захар заходил, плакался. Рассказывал, как Яна себя ведет, что он ночами ее ищет. Вот в одной из таких ночей, после тяжелого рабочего дня, он попал в аварию. А вы с его вдовой после похорон не общались? Вы знаете, я была бы рада с ней не общаться, но она почему-то зачастила к нам в кондитерскую. Девушка, а покажите мне вот эти вот наручники. Ой, нет, не то. Давайте посмотрим вот эти кандалы. Ну показывайте. Пожалуйста. А затягиваются они чем? Этими болтами? Не знаю, наверное. Ну и как они вообще? Крис шоколада, ликер, фундук, кешью. Ой, нет, это все не важно. Мне же не для еды, не знаете, для игр. У меня любовник такой. Пластена. Давайте мне кандалы, болтов побольше и пистолет. Пистолет. Нет, не этот. Вон тот. С эффектом ржавчины. Заверните мне все это получше, либо быстрее. А вы же были у нее вчера, да? Да, она неожиданно позвонила мне и попросила прийти к пяти вечерам. Зачем? Помянуть, как она выразилась, нашего общего мужа. Вчера было полгода со дня его смерти. И вы согласились? Не сразу, но потом подумала, ну а что, что нам делить? Вдовы поймут друг друга. Можете отличить настоящий пистолет от своих шоколадных подделок? Конечно, вот и настоящий. Верно. А еще и заряжен. Настоящими пулями. Опасная игрушка. Да, жизнь вообще опасная штука. Ну ладно. Давайте мы с вами выпьем за нашего Захарушку. Телка Макроносова. Телка Макроносова. Куда поведешь? Туда она пойдет. Да? Телка Макроносова. 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 Я вас соблазнила и увела у тебя прямо из-под носа. А ты, амеба бесхребетная, почему ты не боролась за свое счастье, а? Так как вы смеете? Я смею. Потому что такие, как я, таких, как ты, всегда будут пользоваться. У меня сначала было желание Яну пристрелить. Но по большому счету эта сверестелка оказалась права. Яну я простила. Мы вчера выпили с ней за упокой души Захарова. Я ушла. ФЭС расследует убийство психолога Яны Ларионовой. У пистолета, из которого она убита, богатое криминальное прошлое. Под подозрение попадает бабушка пациента, соблазненного Яной. Также в день убийства к Яне приходила Наталья Щукина, у которой Яна увела мужа. Игорь, отработайте всех любовников Ларионовой. Да, времен Захара Вольского, о которых упоминает Щукина. Списки с адресами вышли. Галя, я в шоке от Анамны за погибшей. Смотри сама. Вот список микроорганизмов, спирохеты, бактерии, грибы, коки. И лекарственных препаратов, которые принимала погибшая. Ничего себе списочек на четырех листах. А это выписки из клиник, куда обращалась она. Диагноз есть? У них то же мнение, что и сложилось у меня на основе анаблоса. У погибшей была Нома. Нома? Ты уверена? Я понимаю, это очень редкое уникальное заболевание. Малоизученное. Его этиология и патогенез не выяснены. Поэтому я столько и возилась. Ну, погоди, насколько я помню, у взрослых европейцев оно проявляется крайне редко. У каждого правила есть исключение. В случае Ларионовой в сочетании с диффузным поражением соединицной ткани. Это неизбежная смерть, причем мучительная. Гниение заживо. Ларионовой в сочетании с диффузным поражением соединицной ткани. 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 Я ведь по врачам десятки лет ходила. И врачи к ней тоже. Как минимум один. Вот тут и вот тут я нашел мужские следы с больничной дезинфекцией. И кто же это наследил? Пластический хирург Азоров Дионис Каренович. Он почти всю пластику и имплантацию Ларионовой проводил. А откуда ты знаешь, что это его следы? А я не пробовал. Он у нас допросно сидит. Зачем отрицать? Яна Ильинична настоятельно просила прийти к ней к 19 часам. Но я не мог ей отказаться. Пришлось пожертвовать снукером. Разновидность бильярда. Я фанат, знаете ли? Я знаю, что такое снукер. И что Ларионовая хотела от вас? Хотите знать мое мнение? Я считаю, что у Ларионовой развилась дисморфофобия. Она чрезмерно обеспокоена изъянами своей внешности? Именно. Я сделал ее красавицей. Ей надо было просто успокоиться. Так нет. Ей все было мало. Она ходила на эти рискованные процедуры, в эти непроверенные клиники-однодневки. А я ее в свое время предупреждал. А операции, которые вы ей сделали? За все мои я голову на отсечение даю. И потом была проведена солидная экспертиза несколько месяцев назад. Все у меня выполнено качественно. В ее заболевании мы вас не виним. А Яна Ильинична вчера пыталась меня обвинить. Яна Ильинична, я сделал все на совесть. Экспертизы вам мало? Деонис Каренович, ваша экспертиза ничто против силы соцсетей. Если я, допустим, организую блок умирающей пациентки доктора Азорова, а у меня тьма подписчиков. И вот все эти люди в режиме онлайн будут наблюдать, как гниет и отваливается моя плоть. И кто к вам после этого пойдет? У вас Деонис Каренович ждет нищета. Ах ты шалава! Джаггинбосс! Ну, каясь, я вчера было спылил. Я, знаете ли, родился на юге, темперамент горячий. Но потом остыл и ушел. От греха. К 15.00 к Ларионовой пришла бабушка с прошлым, Пелагея Теремчук. К 17.00 блондинка в шоколаде Наталья Ищукина. И к 19.00 горячий южный джигит Деонис Азоров. Может, все-таки по шоколадочке? Ведь мотив убить был у всех троих. И возможность тоже. Если они не врут, и всех позвала сама Ларионова. И мотивы, кстати, им тоже создала она сама. Она явно провоцировала каждого из них. Мне другое интересно. Двое из них утверждают, что у Ларионовой уже был пистолет. Допустим, пистолет притащил все-таки Теремчук. А Ларионова его как-то получила. Украла, отняла, купила. Ну да. Старушка-то не сознается. Тертый калач. И улик. Ни у кого из них не нашли. Угощайся. Я сейчас бы чайку... Галина Николаевна, вы будете смеяться. Но из тех любовников Ларионовой, о которых говорила Щукина, ни один из них таковым не является. Да. Ни с кем из них Ларионов не спала. Кому-то ставила бутылку. Кому-то вообще деньгами платила за распространение слухов о том, что они ее любовники. Представляете? Нет. Одному лжелюбовнику она даже плакалась в жилетку. Типа бережет мужа. Он не должен видеть ее, превращающуюся на его глазах, в чудовище. Пусть разлюбит и уйдет, но запомнит красавицей. Ларионова имитировала свои измены, чтобы отвратить от себя мужа. Я думаю, она хотела, чтобы ее убили. Поэтому всех провоцировала. А почему она тогда просто-напросто не покончила с собой? Ну, судя по психологическому портрету, Ларионова не просто нервически относилась к своей внешности. У нее была дисморфофобия. А, ты думаешь, что она просто не смогла причинить вред своей внешности? Категорически приветствую. Мне есть, что вам рассказать. Про любовников мужа в курсе. Ладно, а про Филина? Нет. Итак, один из запрошенных мною лжелюбовников Ларионовой рассказывает про некого Филина, пациента Ларионовой. Кличка это или фамилия он не знает, но утверждает, что Ларионова его очень боялась. В каком смысле? В прямом. Филина якобы одолевала тягу убивать красивых женщин. И на сеансах он в красках и деталях рассказывал, как расправляется с ними в своих мечтах. Латентный маньяк? Латентный ли? Я вот думаю, может быть, все просто, и это Филин убил Ларионова. Она, в конце концов, полностью подходила под типаж его воображаемых жертв. Да не было там карты пациента по фамилии Филин. Вообще такого слова не было. Необходимо срочно проверить всех пациентов Ларионовой. Да, я понял. Будет сделано. Филин – это не то, что кажется. Филин, Филин. Я сам тут, как Филин, по ночам не сплю. Так, давай сюда. Девять штук неопознанных инициалов. из ежедневника. Будем рассуждать логически. Инициалы в ежедневнике Ларионовой есть, а дел в картотеке нет. Это значит? Значит, девять историй болезни исчезли из картотеки. Установить личность этих пациентов уже дел техники. Скинь-ка мне распечатку звонков погибшей. Угу. Ну, что, всех установил? Девятерых в том числе. И латентного маньяка. Только фамилия его действительно не Филин, а Гузятников. Из очков, наверное, прозвище. Да. Наверное, со школы приклеилось. О! Нашли Филина? Да. Привезли? Нет. У него алиби железное. Скончался пять месяцев назад от пневмонии. Так никого не расчленив славу его. Кто-то из этих пациентов причастен. Иначе зачем забирать карты? Мы проверили их всех на пересечении с банды шок. Никаких совпадений. Плохо. А, я чуть расширила поиск. Не только бандитов, но и полицейских. И вот. Пациент Ларионович, я папка среди попавших. Эдуард Феклистов. Он сын майора Феклистова, который разрабатывал бандушок долгие годы. Ну вот, майор этого ко мне. А майор Феклистов погиб пять лет назад при исполнении. Плохо. Но прибрать к рукам бандитский пистолет он мог успеть. Значит, сынок унаследовал. Ну вот. Вот они. Медицинские карты похищенные. Девять штук. Тсс. Папа услышит. Покажет. Слушай, похоже на смазку. Возможно, здесь держали пистолет. Рит, возьми, пробуй. Страдает паническими атаками. С детства жутко боялся жестокого отца, который перед поркой шептал ему детскую считалочку, придумывая новые садистские рифмы. Шок, шок, малышок. Это что за ремешок? Я ничего не могу вам сказать. Меня папа накажет. А ничего и не надо говорить. Я буду спрашивать, а вы только кивайте или мотайте головой, да или нет. Так папа ничего не узнает. Согласны? Новый рекорд Рогозиной. Сведения, добытые у молчащего, как рыба подозреваемого. И заметьте, без насилия. Только ласка и терпение. А мы и так ласковые и терпеливые. Конечно. Короче, короче, сын давно знал, что его папа не оборотень в погонах, и что он крышевал банду. Майор Феклистов сам спровоцировал разборки между бандитами и зачистил их. Он же позже убил несговорчивого депутата и журналиста, который подобрался к нему близко со своими расследованиями. И мать Эдуарда Феклистова умерла, по его мнению, неспроста. Официально она ударилась головой, упав со стремянки. Но ведь отец мог и не рассчитать удар, а позже замять дело. Паренек, в общем, вырос, но панически боялся своего всесильного папашу. А, конечно, ему немного полегчало, когда папа умер. Но во время ремонта он нашел тайник, в котором лежали деньги и пистолет. А раз папани пистолет прятал, значит, что он замешан в криминале. Я так понимаю, вариант сдать пистолет полиции не рассматривался. Ну, это значило разрушить доброе имя отца и, главное, остаться без пенсии за него. Деньги из тайника он освоил, а пистолет заставлял его каждую ночь просыпаться в поту от страха. Фак! 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 Я сошел тебя в мешок! И тогда страдалец обратился к психологу. А Ларионова докопалась до причин его страхов. И велела в рамках терапии пистолет сдать ей. Ну, так о роде убийства и попала к погибшей. На какое-то время Эдику опять полегчало, но на очередном сеансе Ларионова зачем-то дала Эдику шоколадный ТТ. Папа больше не беспокоит тебя? Папа давно не приходил. Наверное, фобия совсем прошла. Ты знаешь, мы должны в этом убедиться. Нет, не надо. Этот пистолет шоколадный, Эдик. Ты должен просто его съесть. Так мы победим твой страх. Ну, я, конечно, не доктор, но мне кажется, подобная терапия способна загнать проблему еще глубже. Точно. Эта шоковая терапия привела к тому, что парню снова стал мерещеть спокойный папаша. сажать, поднимайся с Анатольcember. Шок, шок. Малый шок. Уельф, обесс важный шок. А Ларионова, ты вообще в курсе, что у пациента возобновились кошмары? А вот об этом остается только догадываться. Но преступление можно считать раскрытым. Отчаявшись принять красивую смерть от трех своих врагов, Ларионовой пришло в голову спровоцировать Феклистова. Малыш, малыша! Эдик, я хочу тебя предупредить, что я разобралась в бандитских преступлениях твоего отца и обязана дать делу ход. Завтра утром я пойду в полицию со всеми полученными сведениями и пистолет сдам. Нет! Нет, Яна Еленична! Нет! Тварь! Субтитры создавал DimaTorzok Да, да, Эдик. От пенсии за отца придется отказаться. Ого! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok